Здравствуйте. Тема сегодняшней беседы «Тонкая этика». На самом деле она красной нитью проходит через все занятия духовными практиками, и не только ими, а вообще через всю жизнь. И при этом, поскольку она тонкая, остается незамеченной большинством людей, по крайней мере, не так часто она становится фокусом для активных исследований, обсуждений. Однако, даже если мы посмотрим на мировые религии, достаточно очевидно, что в «Тонкой этике» везде уделяется много внимания, и особенно при подготовке человека к какой-то более углубленной духовной работе. Не нужно далеко ходить, достаточно открыть Евангелие, там написано, что всякий, посмотревший на женщину с вожделением, уже согрешил с нею в сердце своем. Это как раз один из классических примеров действия «Тонкой этики». То есть вроде бы ничего не произошло, и тем не менее грех по мыслам приравнивается к груду христианства и требует исповеди покаяния и так далее. Но надо сказать, что сам семинар «Тонкой этика» у нас был выделен именно из темы сексуальной сублимации и проходил дважды в центре «Аура плюс» по просьбе психологов. Хотя, конечно, сами вопросы «Тонкой этика» не ограничиваются сферой сексуальности. Просто это наиболее очевидная сфера, где действительно легко понять, что не только делать, но и чувствовать, не там, не так думать, не о том. То есть приводит к некоторому искажению реальной ситуации в дальнейшем. Я не буду называть это грехом, как в христианстве, но это карма, которая имеет некоторые последствия, даже если не совершается каких-то реальных действий. Давайте посмотрим, какие вообще есть здесь уровни ответственности. Понятно, что у нас «Тонкий план» — это не одно большое такое месиво, как просто атмосфера какая-то. Он у нас сильно дифференцированный, в зависимости от разных традиций выделяются разные уровни. Но самые такие общие пласты — это энергетический, ментальный, рефлексивный и, собственно, духовный. То есть если мы берем теорию панчакоши индуистской, к явному у нас относится, по большому счету, только материальное проявление. Хотя, конечно, энергетика очень явно проявляется в виде эмоций. И вот по эмоциональному состоянию легко можно сказать, нарушается ли тонкая этика. Конечно, экология эмоций, если можно так выразиться, а так, в общем-то, уже выражаются, она достаточно важна для тонкой этики, ведь ответственность за состояние… Мы можем говорить, что есть прямая ответственность, если человек злится на кого-то, злая ему желает. То есть такая бытовая черная магия, безусловно, соответственно, он за это несет ответственность. Но есть ведь еще пассивное распространение каких-то негативных вибраций, когда человек не то чтобы нарушенно входит в такие состояния, а просто не в состоянии контролировать собственные эмоции. На самом деле, конечно, от него фонит, и это вот как, ну, конечно, человек заразился, допустим, вирусом кого-то, он болеет, его жалко. Но вот в метро ему лучше не ездить, чтобы других людей не заражать. Поэтому здесь примерно такая же ситуация. Да, это скорее болезнь, которая требует лечения, если человек не в состоянии сам разобраться со своими эмоциями, привести себя в порядок, восстановить нейтральное состояние, не говоря уже о позитивном, да. Но, тем не менее, за тот фон, да, который он вокруг себя создает, он, конечно, отвечает, потому что в любом случае это спускает некую церковную реакцию, и потом последуют ответные следствия, которые будут отыгрываться именно так же. Также эта тематика, она очень плотно соприкасается с темой самовосстановления при работе с людьми, поскольку действительно, когда вы много имеете дела с людьми, то у вас всегда возникает некоторый второй план, да, на котором происходят события, то есть вроде бы говорите одно, происходит не в соответствии с тем, что вы сказали, а с тем, что вы подумали. Так очень часто бывает, и с этим многие сталкиваются. И вот как раз здесь более важен именно уже не столько даже энергетический план, сколько ментальный. То есть экология мышления, да, опять-таки, тоже такой новомодный термин, где вы в состоянии не просто думать, да, контролировать свое мышление, как вы должны думать об этой ситуации. Для этого у вас, конечно, должна быть трансцендентная позиция, ведь большинство людей, которые не являются профессионалами, да, философами, психологами, не говоришь про духовных практиков, о которых буддхи развит, то есть значительная часть людей, вот она просто думает, да, и отождествляется со своими мыслями. Таким образом, здесь основной упор на развитие экологичности мышления должен делаться, конечно, прежде всего, на умение растождествлять себя со своими мыслями, производить ему качественную оценку и фильтровать вот этот внутренний базар, да, можно так вот тоже выразиться. То есть какие помыслы проходят, какие не проходят. Кстати, опять-таки, в христианстве, в добротолюбии, в духовном делу эти технологии очень хорошо развиты. Что и говорить, не менее хорошо они развиты на Востоке, в самых различных психотехниках медитационного порядка, где сознание чистится от мыслей, вплоть до нейтрального фона. Таким образом, здесь возникает целый спектр проблем. Конечно, абстрактно это все выглядит, может быть, как морализаторство. На самом деле, речь не о морали, соответствовать каким-то критериям, а речь именно о саморазвитии, самосохранении даже. Потому что понятно, что все негативные состояния и неправильные мысли, они, прежде всего, разрушают самого человека и, более того, приводят к каким-то последствиям, которые на него же потом обращаются. То есть здесь достаточно просто понаблюдать за собой, за собой, за своей жизнью, чтобы понять, как это работает. Не так трудно все сделать, поскольку вещи тонкие. То есть если вы не экстрасенсы, не чувствуете энергетику, не способны считать чужие мысли, ведь все, что происходит на тонком плане, оно достаточно очевидно проявляется в последствии, как минимум, на уже материальном плане. А по косвенным признакам это можно считать даже во время происхождения. То есть очень многие из нас чувствуют, что вроде все хорошо, а на самом деле что-то не так. А на самом деле что-то не так. Это как раз из этой самой серии тонкой этики, что внешние привычки соблюдаются, а тем не менее подспутно что-то происходит, что не должно происходить, и явно мыслить некий негативный характер. Таким образом, можно рассматривать механику тонкой этики просто в социальном контексте, в вознаношениях с людьми, в семье, с друзьями и так далее. Но она становится чрезвычайно важной, когда человек обретает некие сверхспособности. Поэтому такие высокие моральные требования предъявляются к людям, у которых сильная энергетика, владение психотехниками и так далее. Поскольку человек, у которого опять-таки, то есть он при помощи паранояма раскачал энергетику, то любые его неправильные намерения могут привести уже не просто к плохим, а к каким-то катастрофическим последствиям. Здесь нет смысла даже говорить о злой воле, но черная магия объективно существует, это понятно. Это опять-таки всем знакомо, то есть вы наорали на человека, потом у него инфаркт, он помер. То есть вы ничего не сделали, по большому счету. То есть вы к нему не притронулись, сердце ему тинжалом не протыкали. Фактически это чисто энергетическое воздействие. Возможно, там даже не было никаких смыслов в этой беседе. То есть вот пример наглядной черной магии. И, конечно, когда человек это делает с мощным энергетическим зарядом, это тоже может сработать, даже если нет такой проявления какой-то эмоциональной реакции на эвисто. Мы все в той или иной мере такие вещи наблюдаем, сталкиваемся с этим. И надо сказать, что вот у меня сейчас несколько возможных консультаций намещаются, которые будут происходить как раз с людьми, которые в свое время достаточно долго занимались магией, причем белой с их точки зрения. И сейчас это дело расхлебывают. То есть получили достаточно сильный удар и находятся в состоянии практически уже болезни. Они могут продолжать работать и думают о том, как им теперь из этого выкарабкиваться. Конечно, здесь очень многое зависит от сознания. Я надеюсь, что я смогу вам объяснить, так как эти механизмы строятся, и что нужно делать для восстановления, как минимум нормальной жизни, не говоря уже о духовной росте. Но цель моей сегодняшней беседы это просто обратить внимание на то, что вообще этот аспект обязательно нужно выводить на первый план и не забывать про него. Поскольку очень многие сейчас, допустим, приходят в фитнес, начинают заниматься асанами. И не забывают, что допуск к асанам, вообще-то говоря, лежит через явные ямы, через моральные принципы, которые, в частности, себя включают в чистоту речи, на уровне чистоты помыслов и так далее. То есть эту стадию нельзя пропускать, и её нужно постоянно отслеживать. Но есть другой, тоже такой коварный ход. Это когда человек начинает активно заниматься активным миссионерством, то есть он понял, какие помыслы чистые, как правильно, и дальше начинает прессовать всех вокруг, чтобы люди, соответственно, становились хорошими. Но по его поведению это агрессия. Поэтому здесь он будет отвечать скорее по форме, а не по содержанию. Опять-таки из истории мировых религий ему хорошо известны такие варианты, пресловные походы христианства и так далее. То есть много негативных примеров, каким образом религии, несущие свет, добро и так далее, при этом подавляли отцовы народы, приводили к жёсткому давлению на психику, на личность, что тоже на самом деле недопустимо. Поэтому с позиции тонкой этики у вас не должно быть намерений заставить других людей думать, как вы теперь думаете, правильно, не как они и неправильно. Здесь должен быть непосредственный диалог и какая-то прямая честная договорённость. Поэтому есть такой принцип, он здесь тоже работает, что человек, духовно развивающийся, он должен предоставить других самим себе. То есть они сами решают развиваться и продолжать воспроизводить собственные модели существования. Это их право, право на свободу. Поэтому все критерии и требования тонкой этики относятся прежде всего к самому себе. А не к окружающим. У меня можно многое прочитать в книге «Опыты самодостаточности» под именем Атмана на эти темы. Там целые главы посвящены тонкой этике. И вскользь, конечно, и других работах во духовной практике. «Стратегия самобытности», «Полная пустота» и «Личная реальность». А у кого есть какие-то конкретные ситуации личные, добро пожаловать на консультации очно или по скайпу. Спасибо за внимание. И в последнее время. «Личная реальность». « Продолжение следует...